Главарь России второй раз за почти четверть вековое правление посетил Северную Корею. Первый его визит состоялся в самом начале правления, в 2000 году. Правда, тогда он встречался с отцом нынешнего лидера страны Ким Чен Иром, и они подписали совместную декларацию о сотрудничестве. В частности, по линии военного сотрудничества была достигнута договоренность, что в случае вторжения или опасной ситуации две страны немедленно вступят в контакт. Нынешний лидер КНДР, сын Ким Чен Ира, Ким Чен Ин, дважды приезжал в Россию, последний раз осенью 2023 года, когда он вместе с Путиным побывал на космодроме Восточный. Тогда главарь России принял приглашение посетить Северную Корею. Несмотря на внешнее давление, наши страны успешно развиваются на суверенной и независимой основе. Оказывали и будут оказывать друг другу всемирную поддержку, как настоящие друзья и добрые соседи. Какова на самом деле цель визита Путина в Пхеньян? О чем договорились два диктатора? И почему от этого сближения больше всего пострадает Китай? В 2000 году Путин посещал КНДР как представитель глобального мира. Он пытался выступить неким посредником между страной-изгоем Северной Кореи и международным сообществом. К нынешнему же визиту Путин уже сам подошел в статусе изгоя. На его фоне даже Ким Чен Ин оказывается меньшим злом. В отличие от Путина он угрожает, но пока ни на кого не нападал. К тому же Путину не удалось привести Северную Корею в мировое сообщество, зато удалось опустить Россию до уровня Северной Кореи. И сейчас, как считает российский независимый журналист Сергей Асланян, именно в Пхеньяне диктатор ищет себе пристанище отсюда в Гааге. И Путин приехал посмотреть, как выглядит страна, единственная на планете Земля, куда ему будет возможность сбежать. В Китай невозможно, Китай его потом очень спокойно выдаст, обменяет в Гааге на любые другие преференции. В Эмираты тоже не сбежишь, все-таки это проходной двор для разведок сил мира в какой-то момент прикончит его там. До Южной Америки просто не долетишь, могут сбить по дороге, подводную лодку утопить, да и Аргентина очень ненадежна, там бывают выборы. Поэтому бежать-то на планете Земля некуда, а хочется. Поэтому лично приехав, как риэлтор, посмотреть свою жилплощадь, он как раз и провел инспекцию территорий, предлагаемых не только для сотрудничества, но и для сроков дожития, как это называется, в Российской Федерации. В Пхеньяне Путин и Ким Чен Ын подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Диктаторы хотят расширить экономическое и военное сотрудничество, а самое главное вместе бороться с коллективным Западом, в частности США. Подписанный сегодня договор о всеобъемлющем партнерстве предусматривает в том числе оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого документа. Это выгодно обеим диктаторским режимам, агрессивным диктаторским режимам, которые угрожают своим соседям и которые угрожают международной безопасности. Вот это союз, который по сути начинает оформление так называемой оси зла. Термин публицистический, он используется еще с 22 года. В прошлом году уже широко стал использоваться. Кто-то говорит только о трех странах, входящих в эту ось зла. Россия, Северная Корея и Иран. Кто-то еще включает и Китай. Хотя большинство экспертов не согласны с такой оценкой. Но подписание договора о углубленном стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей, который предполагает взаимную оборону, это уже юридическое оформление военного союза. Эксперты и историки сразу обратили внимание на тот факт, что пункт соглашения взаимной военной поддержки почти идентичен положению договора между КНДР и СССР 1961 года. Ну а диктаторы преподносят это как нечто новое и важное. Это по-настоящему прорывной документ, отражающий стремление двух стран, не останавливается. Хотя подписанием этого документа Россия фактически заложила правовую основу для поддержки Северной Кореи войны в Украине. На третьем году полномасштабного вторжения взаимозависимость двух стран сильно усилилась. Хотя два диктатора в унисон убеждали, что новый договор исключительно миролюбивый и не будет направлен против каких-либо стран. Этот договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР носит миролюбивый оборонительный характер. Это отвечает интересам обеих стран, обоих диктаторских режимов просто по-разному. Это как раз наличие общего врага. Это дружба против Соединенных Штатов и против Запада. Вот общий враг их объединяет. Именно поэтому для Китая это не вполне приемлемый формат, потому что Китай, находясь в соперничестве, геополитическом соперничестве, борьбе за лидерство с Соединенными Штатами, имея конфликтные вопросы с Соединенными Штатами, прежде всего по Тайваню, ну и в торгово-экономических отношениях, в политических, идеологических отношениях. Тем не менее для Китая важно сохранять масштабные двусторонние экономические отношения. И в этом плане как раз есть различия интересов Китая с одной стороны, и Россия и Северный Крейс с другой. Ключевой вопрос сотрудничества Москвы и Пхеньяна состоит в том, сколько северокорейского оружия будет поставлено в Россию, и что взамен получит Пхеньян. Эксперты полагают, что диктаторские режимы могут перейти на более тесное военное сотрудничество. Например, совместно производить оружие. Еще осенью прошлого года разведка Южной Кореи сообщала об отправке из КНДР в Россию миллиона снарядов. Теперь говорит уже о пяти миллионах артиллерийских боеприпасов, а также о десятке баллистических ракет. Последние уже применялись российской армии для нанесения ударов по Украине. Да и российские военные не в восторге от северокорейского вооружения и боеприпасов. Российские Z-блогеры жаловались, что снаряды сильно уступают российским по точности и дальности стрельбы. А некоторые и вовсе не пригодны к использованию. Но Путин хочет, чтобы КНДР производила определенные виды артиллерийских снарядов и ракет. Что в этой истории важно? Военное сотрудничество России с Северной Кореей создает дополнительные проблемы ВСУ на поле боя. Но дружба Москвы с Пхеньяном очень не нравится и Китаю. Россия, пытающаяся вымывать снаряды с территории Северной Кореи, старые советские снаряды, которые Китай всегда там считал своими, потому что всегда подкармливал Северную Корею. Китай тоже обиделся на эти выходки России, где они пытаются подъедать корейские артиллерийские запасы. И это вело их в клинч. Путину нужно не только оружие от Северной Кореи, но и партнер в борьбе с коллективным Западом. А Ким Чен Ину нужен союзник, который может оказать помощь и ослабить международные санкции. Инспирированный США и их союзниками бессрочный ограничительный режим Совета Безопасности ООН в отношении к ННДР должен быть пересмотрен. Похоже, что Путин сейчас выстраивает в Азии, в Восточной Азии, некую систему сдержек и противовесов, которые, по сути, направлены против Китая. Поэтому посмотрим, как Китай на это будет реагировать. Я думаю, что опытная китайская дипломатия, конечно же, понимает, что тут есть вызовы. И для Китая Россия не такой уж младший и не такой уж надежный партнер. Это, скорее, очень неудобный и беспокойный партнер, который в случае своего укрепления будет бороться за лидерство. Не только с Соединенными Штатами, но и с Китаем тоже. Поэтому вот этот визит как раз показал определенные противоречия во внешнеполитических интересах между Россией и Китаем. Кроме того, Северная Корея фактически обладает ядерным оружием. Эксперты считают, что Путин вряд ли поделится с Ким Чен Ином ядерными технологиями, поскольку сотрудничество или совместное использование ядерного оружия на корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии может привести к серьезному противодействию со стороны соседних стран, таких как США, Япония и Китай. Просто для Северной Кореи здесь очень важно через этот союз угрожать, оказывать давление на Южную Корею, еще и на Японию. И есть, конечно, надежда получать военные технологии от России. Ну а Россия показывает, что у нее есть союзники, которых они могут использовать для провоцирования международных конфликтов, для оказания давления на Соединенные Штаты. И Путин же намекает, мол, если Соединенные Штаты дают разрешение бить по западным оружиям по российской территории, то мы можем дать разрешение тому же Ким Чен Ином бить по американской территории. Я, правда, сильно сомневаюсь, что северокорейский режим начнет наносить ракетные удары по США или даже по Японии и Южной Корее, потому что будет ответ. И ответ будет очень жестким. Но, тем не менее, это способ давления, давление на Соединенные Штаты. Генеральный секретарь НАТО Йен Столтенберг считает, что визит Путина в Северную Корею свидетельствует о том, что Россия все больше зависит от авторитарных стран по всему миру. Ближайшими друзьями и самыми большими сторонниками российских военных усилий являются Северная Корея, Иран и Китай. Столтенберг заявил, что Северная Корея предоставила РФ огромное количество боеприпасов, в то время как Китай и Иран существенно помогают российскому ВПК для войны против Украины. Углубление контактов между РФ и другими азиатскими странами означает, что для НАТО все важнее становится сотрудничество с союзниками в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Северная Корея демонстрирует и подтверждает очень тесную связь между Россией и авторитарными государствами, такими как Северная Корея, а также Китай и Иран. И это также показывает, что наша безопасность не региональная, а глобальная. Новый договор между Россией и Северной Кореей в первую очередь призван держать мир в напряжении. Например, Путин предостерег Южную Корею от поставок летального оружия Украине, назвав это большой ошибкой, которая повлечет за собой последствия. Надеюсь, что этого не произойдет. Если это будет происходить, то тогда и мы тоже будем принимать соответствующие решения, которые вряд ли понравятся сегодняшнему руководству Южной Кореи. На самом-то деле реагировать надо на эту ситуацию новую Южной Кореи и Японии. Но Япония уже подписала договор о сотрудничестве с сферы безопасности с Украиной. Сотрудничество с Японией и Украиной укрепляется. Я думаю, сейчас все больше будет оснований для развития такого сотрудничества. Наверняка, с учетом этого договора между Россией и Северной Кореей, Япония и Южная Корея начнут укреплять свой военный потенциал. У Южной Кореи очень развитая военная промышленность. И вот думаю, что в нынешних условиях надо не просто заявлять предупреждение в адрес России, как это сделало руководство Южной Кореи, что, мол, вот если вы будете укреплять сотрудничество с Северной Кореей, то тогда мы, может быть, начнем поставлять оружие Украине. Слушайте, ну это детский лепет. Они уже не просто укрепляют сотрудничество, они подписали договор о военном союзе. И наилучший способ ослабить Россию, которая уже является формальным союзником Северной Кореи, это поставки оружия и боеприпасов из Южной Кореи в Украину. Сближение Москвы и Пхеньяна наибольше заставляет понервничать Пекин. Ведь без помощи Китая Северная Корея уже давно бы исчезла с карты мира. Углубление военного сотрудничества Северной Кореи с Россией может сильно подорвать почти монопольное геополитическое влияние Пекина на Пхеньян. Это вызов. Это вызов, да. Это неприятное, скажем так, обстоятельство. Об этом пишут и некоторые западные издания. Вот была большая статья во французском издании Le Monde, который специализируется на международной политике. Они прямо говорят о том, что да, это для Китая вызов. Потому что отдельно Россия зависима от Китая, и эта зависимость усилилась в ходе полномасштабной войны между Россией и Украиной. И Северная Корея традиционно очень сильно зависела от Китая. А теперь сближение России и Северной Кореи как бы позволяет им, скажем так, меньше зависеть от Китая. Они многие вопросы будут решать между собой вне зависимости от Китая. Это объективно, хотя бы частично означает ослабление влияния Китая, ну как минимум на Северную Корею, на ситуацию на корейском полуострове. Северная Корея обязана своим появлением Советскому Союзу. Современная Россия не может похвастаться мощным влиянием на Северную Корею, поскольку из многих областей сотрудничества ее успешно вытеснил Китай. Однако сегодня Путину не к кому обратиться за помощью. Эксперты говорят, что визитом в Пьяньян диктатор хочет показать, что у Москвы есть интересы не только в Украине, но и на корейском полуострове. Мол, Китаю пора поделиться влиянием в регионе. А если, не дай бог, при поддержке России северокорейский режим начнет провоцировать военные ситуации на корейском полуострове, то это, естественно, создаст экономические проблемы для Китая, потому что это сразу же, ну скажем так, уменьшит масштабы торговли Китая и с Западом, и со многими другими партнерами, ну потому что напряженность в районе Японского моря, Желтого моря, ну и так далее. То, что, как бы, акватории, которые находятся рядом с корейским полуостровом, это, ну, создаст проблемы для Китая, несомненно. И так или иначе, ну, ну, скажем так, негативно ударит по экономическим интересам Китая. Визит Путина показывает, где находится Россия на мировой арене. Ее ближайшие партнеры – Северная Корея, Иран, Сирия. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что если Россия скатилась к зависимости относительно военных поставок от Северной Кореи, то Украина в гораздо лучшей форме, если Киеву приходится зависеть от США, Германии и других. Ведь Путин же не только в Северную Корею ездил, он и во Вьетнам поехал. Тут реанимирование, конечно, вот той сети партнерских отношений, которая была у Советского Союза. И вот во Вьетнаме, скажем так, есть ностальгия по сотрудничеству с Советским Союзом, плюс идеологические, скажем так, сентименты, оставшиеся еще с тех времен. Поэтому Путин их пытается использовать в своих интересах. Но что надо иметь в виду? То, что у Вьетнама есть территориальные споры с Китаем в Южно-Китайском море. И здесь тоже противоречия. Я не думаю, что Путин будет поддерживать у Вьетнама в этих территориальных спорах. Хотя один раз, кстати, российская дипломатия, уж извините за неполиткорректный термин, лоханулась, когда они поддержали, я думаю, сугубо по меркантильным основаниям Объединенные Арабские Эмираты в споре с Ираном. Тоже похожий спор по поводу островов, только в Персидском заливе. Но это вызвало большое недовольство Ирана. Не привело, конечно, к прекращению партнерства, но Иран был очень недоволен. И, кстати, Иран, в отличие от Северной Кореи, не голосует вместе с Россией, например, на Генеральной Ассамблее ООН. Вот такая вот интересная ситуация. Вьетнам, кстати, тоже придерживается формального нейтралитета в таких голосованиях. После визита Путина в регионе сразу повысился градус напряженности. Правительство Южной Кореи вызвало российского посла. В Сеуле заговорили о пересмотре южнокорейского подхода к помощи Украине. Пока Сеул не поставлял Киеву летального оружия, но теперь задумался об этом. Япония ввела новые санкции против российских чиновников и компаний. В Токио заявили, что военное сотрудничество России и КНДР может стать прямым нарушением резолюции Совета Безопасности ООН. Это подтвердил генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш. Вьетнам после визита Путина заявил о стратегическом партнерстве с США и готов работать с Вашингтоном над укреплением сотрудничества Соединенных Штатов со странами Юго-Восточной Азии. Китай тактически промолчал, но это не значит, что Пекин пропустил все мимо ушей. Он будет действовать и не в пользу Кремля. Поэтому будет интересно посмотреть, как будут развиваться взаимоотношения в треугольнике Китай-КНДР-Россия.